МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости в студии Яков Берлин. Сначала коротко о некоторых темах. Отрадно, что действительно развитие идет, что газификация продолжается даже в этих не очень простых условиях. Дмитрий Медведев обсудил с Александром Худиланином ход газификации республики. Кому-то нужно вымыть малый, а кому-то надо оплатить какую-то дорогостоящую операцию. В Карелии начал работу новый благотворительный фонд под названием «Моя бабуля». Он будет оказывать помощь пожилым людям. Рост предполагается преимущественно за счет увеличения вложений в транспортно-энергетическую инфраструктуру, лесопромышленный комплекс, сферу культуры, образования. В правительстве Карелии принят прогноз социально-экономического развития республики на 2016 год и на плановый период последующих двух лет. Сегодня в Москве состоялась встреча Дмитрия Медведева и Александра Худиланина. Председатель правительства России обсудил с главой Карелии ход газификации республики. Александр Худиланин сообщил премьеру о последних результатах этой большой работы. Глава Карелии также рассказал Дмитрию Медведеву, что газификация Северного Приладожья завершается на очереди в центре республики. Направление на Пудаш и Сегежу. Эти договоренности между правительством и Газпромом были достигнуты на совещании в июне, которое в карельской столице провел сам премьер Медведев. В настоящий момент правительство Карелии вместе с Газпромом формирует программу газификации до 2020 года. Реализация планов по газификации Пудаши, Сегежи и Костомукши позволит увеличить годовой объем поставок газа жителям республики до 800 миллионов кубометров в год, а уровень газификации региона поднять с 5% до 50% к 2020 году. Отрадно, что действительно развитие идет, что газификация продолжается даже в этих не очень простых условиях. Думаю, что было бы желательно вместе с Газпромом, так как и договаривались в рамках тех полномочий, которые на себя принимает Газпром с одной стороны и регион и муниципалитеты с другой стороны продолжить эту работу, потому что это существенно будет повышать инвестиционную привлекательность Карелии, но самое главное будет создавать нормальные условия жизни для всех, кто в республике проживает. То, как будет республика развиваться в ближайшие годы, обсудили в правительстве Карелии. Республикой принят прогноз социально-экономического развития на 2016 год и на плановый период последующих двух лет. В качестве целевого варианта Минэкономики Карелии предложила к рассмотрению умеренно оптимистический прогноз развития, в то время как по Российской Федерации принят консервативный сценарий. Также в правительстве был принят проект бюджета на 2016 год. Несмотря на трудности, он сохранит свою социальную направленность. Максим Смирнов продолжит. В своем докладе министр экономического развития Валентин Чмиль обосновал, почему республика решила принять умеренно оптимистичный вариант прогноза социально-экономического развития территории на ближайшие три года. Главным драйвером стабильного экономического роста станет федеральная целевая программа. Положительно скажется на экономике реализация майских указов президента. Кроме того, существенный вклад в экономику, по словам министра, принесут экспортно-ориентированные производства, для которых сложилась благоприятная ситуация на рынке в связи с ростом валютного курса. Сценарий предполагает рост инвестиционной активности как за счет реализации инвест-программ частных компаний, так и за счет федеральных денег. По прогнозу к 2018 году в экономику региона вольется 46 миллиардов рублей. Поанализируется развитие умеренной динамики инвестиций в основной капитал со среднегодовым темпом прироста физического объема почти в 6%, взят в 4,5% в 2016 году до 6% в 2018 году. Рост предполагается преимущественно за счет увеличения вложений в транспортно-энергетическую инфраструктуру, лесопромышленный комплекс, сферу культуры, образования. Основной объем вложений в ближайшие годы будут формировать крупные инвест-проекты, часть из которых включена в федеральную целевую программу. Это реконструкция предприятий лесопромышленного комплекса, Сегежского ЦБК и лесинвеста, строительство глубоководного порта в Кимии, модернизация Карельского Акатыша, строительство четырех малых электростанций, организация новых производств по добыче щебня в Медвежегорском районе. Министр также доложил, что дальнейшее развитие получат проекты модернизации Кандапожского ЦБК и Надвоицкого алюминиевого завода. Прогнозируется небольшой рост важного экономического показателя объема валового регионального продукта на 0,5% от уровня 2014 года. В промышленности ожидается рост производства на 2%. Александр Худиланин, подводя итог по докладу, отметил, что несмотря на то, что предложенный прогноз социально-экономического развития напряженный и амбициозный, его вполне реально исполнить, принимая во внимание положительные изменения последних двух лет. Напомню только в этом году и открытие судостроительного завода, и закладка двух судов на судостроительном заводе, и пуск новой машины на Сегежском целлюлозно-бумажном комбинате сегодня в стадии готовности еще с десяток хороших проектов, пуск которых будет уже в конце этого, в начале следующего года. Это все говорит о том, что мы не сидим сложа руки. Проект прогноза социально-экономического развития получил одобрение правительственного кабинета министров. Далее на заседании исполняющий обязанности министра финансов Алексей Максимов представил основные характеристики проекта регионального бюджета. Процесс формирования главного финансового документа республики в этом году претерпит изменения, связанные не с тем, что федеральный центр перешел на однолетний цикл формирования бюджета. Переносятся и сроки внесения проекта федерального бюджета в Госдуму до 25 октября. Ранее срок устанавливался до 1 октября. И поэтому пока неизвестно, какой объем дотации получит республика. Главные цифры проекта бюджета таковы. Объем доходов спрогнозирован в сумме 24,4 миллиарда рублей, расходы 26,9 миллиарда рублей, дефицит 2,5 миллиарда. Приоритетным в расходах на 2016 год остается выполнение социальных обязательств, подчеркнул Алексей Максимов, а также софинансирование участия в федеральных программах. Параметры бюджета были приняты и теперь главный финансовый документ будет вынесен на обсуждение депутатов ЗАГС Собрания. На этом же заседании Александр Худиланин сообщил, что Внешэкономбанк выделил кредитные средства для начала строительства двух гидроэлектростанций в Кемском районе республики Белопорожских ГАЗ-1 и ГАЗ-2. В Карелию придет около 7 миллиардов рублей. Подписаны документы о начале финансирования по кредитной линии ни много ни мало 7 миллиардов рублей. Китайские деньги через веб пропускаемые 4 участника это наша Нордгидра, это китайский партнер, это Внешэкономбанк и Российский фонд прямых инвестиций. Глава Карелии подчеркнул, одобрение финансирования проекта добивались 8 месяцев. Строительство гидростанции предусмотрено федеральной целевой программой развития Карелии до 2020 года. Проводить работы будет компания Нордгидра. Она известна жителям Карелии по возведению ГЭС Калялкоски и Элиаскеля. Штат компании составляет более 70 специалистов и инженеров. Сегодня Нордгидра способна самостоятельно реализовывать до трех проектов строительства малых гидроэлектростанций в год. Сегодня утром Петрозаводская ТЭЦ начала подачу отопления в жилые дома Петрозаводска. Дата начала отопительного сезона была назначена мэрией города на 30 сентября. В 9 часов энергетики сообщили Петрозаводские коммунальные системы о начале переключения тепловых сетей в режим отопления жилищного фонда, а также о параметрах гидравлического режима теплотрасс. Конкретные сроки подключения домов зависят от работы ПКС-тепловые сети и управляющих компаний и ТСЖ, в обязанности которых входит подготовка внутридомовых систем, промывка и опрессовка сетей. В Карелии начал работу новый благотворительный фонд под названием «Моя бабуля». Фонд будет оказывать помощь пожилым людям и ветеранам по всей Карелии. Его открытие было приурочено к двум датам – Всемирному дню пожилого человека и Дню освобождения Карелии от оккупации. На церемонии открытия фонда побывала наша съемочная группа. У каждого из четырех жителей Карелии, которые сегодня открыли благотворительный фонд «Моя бабуля», своя история, которая привела их к этому событию. Екатерина Романовна в течение двух лет оказывала помощь 30 людям, которые, к сожалению, по состоянию своего здоровья не могут выходить за пределы своей квартиры. Я шла своим путем. Я хотела открыть по государственному частному партнерству пансионат для престарелых, сделать его очень хорошего уровня, чтобы это было по-домашнему уютно. Новый фонд будет помогать не только ветеранам войны и труда, но и всем пожилым людям, которым нужна помощь. Если помощь, к примеру, нужна вашей бабушке-соседке, можете обращаться по телефону, который видите на своих экранах. Помогать будут именно тем, в чем люди нуждаются. По крайней мере, такие планы у учредителей. К работе для фонда они хотят привлечь и социальных работников-профессионалов, и волонтеров. Кому-то нужно вымыть малы, а кому-то надо оплатить какую-то дорогостоящую операцию. Правильно? И сказать, вот мы операцию будем оплачивать, а полы мы вам не будем. Это недостойно нашего фонда. Мы такого не предполагаем. Создатели фонда намерены не только оказывать адресную помощь, но и дать пенсионерам возможность делать что-то своими руками, чтобы реализовать себя. Есть проект, в ходе которого пожилые люди будут изготавливать подделки ангелов и продавать их на благотворительных ярмарках. 50% от продажи этих ангелов будут выплачены человеку, который делал. Остальные пойдут на помощь тем, которые не могут о себе позаботиться сами. Нам очень помогают. Очень помогают. Мы говорим большое спасибо Валентине Васильевне Улич, что она нас услышала. И надеемся, что будет нас поддерживать в дальнейшей работе. Сегодня же в день открытия фонда приглашенным на праздник пожилым людям сделали первый подарок. Концерт и благотворительный кинопоказ картины «Осторожно, бабушка». Сегодня отмечается 71-е годовщина освобождения Карелии от оккупации. Жители Петрозаводска собрались на аллее памяти и славы, возложили цветы, чтобы почтить память фронтовиков. К мемориалу аллеи памяти и славы пришли ветераны войны, представители власти Карелии, сотрудники внутренних служб республики и простые горожане. Во время Второй мировой войны Карельский фронт был самым протяженным и воевал дольше всех остальных. На территории Карелии погибло больше 400 тысяч человек. В эти дни мы вспоминаем героев, которые беззаветно отдали свою жизнь за свободу, независимость нашей великой родины и за дальнейшее процветание Карелии. Мы вспоминаем людей, которые после Великой Отечественной войны восстановили разрушенные города и населенные пункты нашей республики. Он также от имени главы Карелии заверил собравшихся, что правительство и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы обеспечивать социальную устойчивость и улучшать жизнь ветеранов. В день освобождения Карелии от оккупации ветеранов, участников войны и жителей республики поздравил депутат Законодательного собрания Карелии от фракции КПРФ Александр Меркушев. Это такая дата, которая поставила точку на войне на территории Карелии. Я считаю, что сегодня от имени нашей фракции имею возможность поздравить ветеранов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, работников тыла и вообще граждан Карелии с этим замечательным праздником. Пожелать им мирного неба над головой, крепкого здоровья и счастья, конечно. Хотелось бы, чтобы вот этот праздник навсегда остался на нашей территории. Сегодняшнее поколение молодое, оно должно помнить, что именно благодаря тем, кто погиб в этой страшной месторубке, в этой войне, они сегодня живут. Поэтому мы должны помнить в первую очередь о тех людях, которые отдали свою жизнь за освобождение нашей Родины. А сейчас коротко о других событиях республики. 2 октября в Суаярве откроется хоккейный порт, обновление которого провели в рамках программы поддержки местных инициатив. Проведено обустройство площадки, строительство новых бортов и трибун для зрителей, приобретено оборудование для заливки льда. Общая стоимость работ составила более 2 миллионов рублей. При этом более миллиона выделил городской бюджет. 800 тысяч дала республика, еще около 200 собрали сами горожане. Трозаводчанину Роману Максимихину и сбывшему соседа дали три года колонии общего режима. Также он должен выплатить полмиллиона рублей потерпевшему. Напомним, Роман Максимихин подрался с соседом из-за неправильной парковки автомобиля возле дома. Происшествие зафиксировала камера видеонаблюдения. Он несколько раз ударил соседа кулаком и ногой. Медики диагностировали у пострадавшего перелом черепа, сильный ушиб головного мозга, а также множественные ссадины. Лечение потребовало нескольких операций. Бизнесмен Эдуард Черко, подаривший Петрозаводску скандально известный Биг Бен на площади Гагарина, построил такой же и в Ла-2 Ветке, но только еще выше, размером с пятиэтажку. Сооружение из кирпича не успело обрести разве что часы. Известно, что Эдуард Черко уроженец поселка Ла-2 Ветка. В настоящий момент он объявлен в федеральный розыск. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и покушении на мошенничество. В сентябре Сегешское отделение либерал-демократической партии совместно с благотворительной организацией Сегежа «Рука помощи» принял участие в акции «Собери ребенка в школу-2015». В школу собрали около 30 детей из детского дома и 20 детей из малообеспеченных семей. Все получили дневники, тетрадки и канцелярские наборы. И это все новости на сегодня. В студии был Яков Берлин. До встречи.